Республиканский фонд поддержки инвестпроектов. Расторг контракт с директором Интинской птицефабрики. Лидия Гольчук, которая проработала на предприятии 34 года, передала эстафету Василию Жордицкому. До этого он управлял хлебозаводом. В причинах кадровой замены разбирался Максим Катаев. Митинг Интинского отделения ЛДПР против высоких цен на продукты местного агрокомплекса. Организаторы акции в рупор выкрикивали вопросы. Почему приполярная оленина стоит дороже американской свинины? И почему цены на Интинское яйцо в Воркуте такие же, как в Инте? В итоге под протестным заявлением Сокол и Жириновского собрали более 200 подписей. Цены, конечно, никуда не годные. Очень высокие цены. Из мясной продукции, я считаю, ничего не покупаю. Привозную, дешевле, может быть. Хотя она и качественная, конечно, но дорого. За яичками ездим на птицефабрику. Вот эти битые мы берем. Все пенсионеры так. Они подешевле. Претензии в адрес агрохолдинга высказывала и администрация приполярья. Не только по высоким ценам на их продукцию. Предприятие накопило долги перед энергетиками и поставщиками комбикормов. И вот фонд поддержки инвестпроектов принял кадровое решение. Лидию Гольчук на должности директора сменил Василий Жердицкий, до этого руководивший Интинским хлебозаводом. Перед новым топ-менеджером в том числе стоит задача развивать таежное оленеводство в Книжпогодском районе. Я очень надеюсь, что у нового руководства агрокомплекса в первую очередь удастся погасить все долги, которые на сегодня, по имеющейся у меня информации, есть у агрокомплекса. И я уверен в том, что новое руководство сможет сделать продукцию птицефабрики, именно агрокомплекса, более конкурентоспособной. Павел Смирнов отметил, при Лидии Гольчук администрация всячески содействовала местному агрохолдингу. Например, в бюджетные организации поступали родные продукты. Политика не изменится и сейчас. Экс-директор Лидия Гольчук от комментариев отказалась, только пожелала трудовому коллективу успехов. Максим Катаев, Марина Бандурова, телеканал Юрген.